здравствуйте дорогие друзья сегодня запускаем цикл посвященный истории искусств видеоролики будут формате презентации с кратким описанием я постараюсь выжить самую суть без лишней воды при создании этих видео мной была использована специальная литература название книг и имена авторов я конечно же оставлю в описании под видео так что если вы захотите больше углубиться в материал то переходите смотрите читайте изучайте также я буду очень благодарна если вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на канал и начнем мы конечно же с первобытного или примитивного искусства искусство эпохи первобытного общества возникло в каменном веке около 35 40 тысяч лет тому назад одной из главных функций первобытного искусства была фиксация и передача последующим поколениям приобретенного социального опыта знаний и умений возникновение искусства означало шаг вперед в познавательной деятельности человека оно появилось на основе повседневной жизни первобытных людей периоды первобытного искусства условно можно различить три палеолит мезолит и неолит к эпохе палеолита 40 тысяч лет назад 10 тысяч лет назад относят первые несомненные образцы пластики расцвет пещерной живописи и наскальных росписи развитие искусства резьбы по кости художник палеолита изображал то что волновало его воображение чаще всего животных на которых охотился оленей лошадей зубров мамонтов шерстистых носорогов реже встречаются изображения хищников которые представляют опасность для человека львов леопардов гиен медведей фигуры людей большая редкость причем одиночные изображения мужчин не встречаются практически до самого конца палеолита в наскальных изображениях времени мезолита примерно с десятого по восьмое тысячелетия до нашей эры важное место занимают многофигурные композиции изображающие человека в действии сцены сражений охоты к новому каменному веку примерно с восьмого тысячелетия до нашей эры относятся руины различных мегалитических построек на территории европы южной америки и азии к числу наиболее известных принадлежат стоунхедж в англии с вертикально установленными по кругу камнями весом до 50 тонн и упорядоченные ряды из крупных необработанных камней обелисков на бескрайнем карнакском поле виды первобытного искусства и начнем мы со скульптуры древнейшие несомненные образцы скульптуры обнаружены в швабском альбе примерно 35 40 тысяч лет назад среди них и древнейшая зооморфная фигура человека лев из бивня мамонта статуя существа с человеческим телом и львиной головой найденной археологами в германии сделанная из бивня мамонта статуя считается одной из древнейших известных скульптур в мире и самой древней зооморфной скульптурой ученые полагают что фигура возможно представляет собой изображение божества и являлась предметом религиозного поклонения для палеолита особенно характерны фигурки тучных или беременных женщин именуемые палеолитическими венерами это обобщающее понятие для множества доисторических статуэток женщин обладающих общими признаками типологически сходные статуэтки встречаются в срединной части евразии на громадной территории от перинеев до озера байкал эти фигурки вырезаны из костей бивней и мягких пород камня известны также статуэтки вылеплены из глины и подвергнутые обжигу древнейшие образцы керамики вероятно еще большее распространение имели в палеолите резьба по дереву и деревянная скульптура не сохранившиеся по причине относительной хрупкости данного материала первый известный ученым обращик деревянной пластики шигирский идол обнаруженный на территории свертловской области и имеющий возраст 11 тысяч лет а это археологический памятник древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура живопись до наших времен сохранилось множество наскальных изображений выполненных людьми эпохи палеолита прежде всего в пещерах большинство подобных объектов найдено в европе но их находят также в других частях света на территории австралии южной африки сибири всего известно не менее 40 пещер с палеолитической живописью многие образцы пещерной живописи являются объектами всемирного наследия юнеско при создании изображений использовались краски из минеральных красителей древесного угля и растительных красителей смешиваемых с жиром или кровью животных либо водой наскальные рисунки нередко выполнены с учетом цвета и формы скальной поверхности из передачи движения изображенных животных но как правило без соблюдения пропорций фигур перспективы и передачи объема первый образец изобразительного искусства каменного века обнаружил французский археолог эдуард ларте в 1836 году в кроте шафо он обнаружил пластинку с гравировкой он же нашел изображение мамонта на куске мамонтовой кости в кроте ламадлен древнейшие пещерные росписи найдены в западной европе в 1879 году испанский археолог саутуола открыл многокрасочные изображения палеолитической эпохи в пещере альтамира в 1895 году были найдены рисунки первобытного человека в пещере ламут во франции в 1901 году брейль на стенах пещеры камбарель в аквитании обнаружил более 400 зооморфных и антропоморфных изображений выполненных в основном гравировкой архитектура мегалиты от греческого большой камень доисторические сооружения из больших блоков в определенном случае это один модуль менгир термин не является строго научным поэтому под определение мегалитов и мегалитических сооружений попадает достаточно расплывчатая группа строений древнейший пример массивные колонны форме буквы т украшенные абстрактными пиктограммами и рельефными изображениями животных на холме геобек литепе юго-восток турции это храмовый комплекс возраст которого оценивается до 12 тысяч лет большое число мегалитов встречается на средиземноморском побережье испании в португалии части франции на западном побережье англии в ирландии дании на южном побережье швеции и в израиле в начале 20 века было распространено мнение что все мегалиты принадлежали к одной глобальной мегалитической культуре но современные исследования и методы датировки опровергают это предположение предметы быта к искусству из предметов быта относят игрушки для детей украшения различные ритуальные статуэтки как правило украшения выполнялись из бронзы орнаментальные украшения состояли большей частью из кругов спиралей волнистых линий и тому подобных мотивов особое внимание уделяли украшения они были крупного размера и сразу бросались в глаза наряду с пещерными росписями и рисунками в ту пору изготовляли разнообразные извояния из кости и камня их делали с помощью примитивных инструментов и эта работа требовала исключительного терпения украшение предметов повседневного обихода не имела практической необходимости одним из объяснений практики такого украшения служит религиозные верования людей каменного века а другой потребность в красоте и получение радости от процесса творчества большинство древнейших памятников искусства поначалу попавших поле зрения ученых расположена на территории европы за пределами этой части света древнейшими считались наскальные рисунки сахары лишь во второй половине двадцатого века стало известно о существовании сравнимых по возрасту с европейскими памятниками на других континентах такие как азия пещеры близ мороза на соловейсе и южнокорейская пещера турабон содержит изображения созданные около 40 тысяч лет назад австралия пещера габарнуманг варном ленды вероятно заполнялась изображениями начиная со времени появления первых людей на континенте не менее 27 тысяч лет назад африка пещера аппола на юге-западе намибии содержит изображения созданные 27 тысяч лет назад америка изображение в пещере токи пала юг перу создано не менее 11 тысяч лет назад на сегодня у нас все надеюсь вам было интересно и вы погрузились в мир первобытности не забывайте подписаться на канал чтобы не пропустить новые видеоролики до скорых встреч и пока пока